Новые виадуки и остановочные пункты появятся на пути прохождения линии легкого метро во Владивостоке. Этот проект очень важен как для жителей Владивостока, так и для гостей столицы Дальнего Востока. Сегодня Приморский край и Владивосток – это лицо нашей страны. Перед иностранцами сюда очень много приезжает гостей. И мы только за июль месяц зафиксировали порядка 57 тысяч туристов из Китайской Народной Республики. Я думаю, что все равно не за горами после окончания СВО, когда оно начнет ездить и Япония, и Южная Корея. И, конечно, подвижной транспорт нам необходимо, чтобы отвечал тем современным требованиям, что электрищи были с кондиционерами, с удобными креслами, со всей системой интерактивности. В настоящее время идет оценка специфики транспортного узла Владивостока, сложившейся динамики. Какая работа проделана сейчас? Мы действительно подробно проанализировали перспективы развития Владивостокской агломерации с увязкой, с теми населенными пунктами, которые окружают город. Спасибо, это во многом работа была и обеспечена вашими коллегами, потому что трудно представить подробный анализ, если бы мы не сделали. Мы не имели бы плана развития территории, в том числе и денег ее участков. И мы для себя четко понимаем те, наверное, даже не самые оптимистические, а средние сценарии развития города, которые в любом случае предполагают рост и соответствующие изменения плотности и застройки с одной стороны и проживания в отдельных войне с другой стороны. Мы, как с вами и оговаривали, увязываем транспортный каркас с аэропортом Кневича и с Артемом. Акционерное общество «Российские железные дороги» определили развитие маршрутной сети Владивостока, что предусматривает строительство прежде всего пешеходных виадуков. Это необходимо для повышения безопасности граждан. Напомним, создание «Легкого метро» – одно из мероприятий, вошедших в мастер-план Владивостока. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.